Браки три с половиной года, детей нет. Что нужно сделать, чтобы были? Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Вопрос многоплановый. Первое, что нужно сделать, нужно понять, что вы больны. Детей нет, значит есть болезнь. И болезнь бывает на пяти уровнях, человек живет на пяти уровнях. Самый важный уровень духовный. Не имею права иметь детей. Всегда это так. Я не заслужил. Если заслужил, все сложится. Не заслуживаю иметь детей. Хорошо? Покаяние, молитва, отношения со святыми людьми. Пожалуйста, благословите нас на рождении детей. Пожалуйста, благословите нас. Святое место, пожалуйста, благослови нас на рождении детей. Мы виноваты. Мы неправильно жили. Мы настроены неправильно, поэтому без детей. Пожалуйста, мы хотим благословения. Мы хотим раскаяться. Мы хотим милости. У святости человек просит милости. Некоторые люди поклоняются всяким глупостям для того, чтобы получить детей. Они вяжут какие-то узелки на деревьях или на мостике вешают всякие замочки. Это глупость просто. Это не дает результат. Это поклонение духам называется. Там есть какие-то духи, которые могут как-то помочь. Но если вы придете к святому человеку, который полномочен давать детей, в каждой религиозной традиции есть такие святые, которые вот уполномочены это делать. У них получается. И вы придете в такое место и попросите милости. Не просто дай ребенка, а просто раскаетесь, помолитесь, раскаетесь в своих грехах. И пожалуйста, благослови нас. Благослови. И если вы получите это благословение, достаточно силы вложите в это, то в следующий уровень Бог дает сердце знание, что делать, чтобы зачать детей. Потому что даже благословение не означает, что дети сразу выскакивают. Нужно что-то сделать для этого. То есть что нужно сделать? Сейчас объясню. Для этого первое, что нужно сделать, сердце дает сознание. Иди там-то полечись. Занимайся, живи так-то. Допустим, некоторым женщинам говорят, не живи в панельном доме. Там плохая энергетика. Живи на природе. Поедь и живи в своем доме. Или просто поживи какое-то время в деревне, допустим, бабушке на природе. Работай на огороде. Когда женщина работает на земле, у нее улучшается энергетика женская. Легче зачинать детей. Психика успокаивается. Перестань так много работать, в сердце говорится. Она думает, ну я не смогу перестать много работать. У меня такая жизнь. Но тебе дали благословение, голубушка, уже. Ты почему его не слушаешь? Тебе сказано из сердца. Святым человеком, перестань так много работать, иначе ты не зачнешь. У тебя вся энергия на работу уходит. Нет, я буду работать столько же. Вы сделайте так, чтобы я зачала и столько работала. Но это невозможно. Энергия же распределяется у человека или туда, или сюда. Так? Так много таких советов может быть из сердца прийти. И надо их выполнять. Следующее. Нужно понять, что делать такие марафоны сексуальные, половые марафоны такие, то есть заниматься сексом каждый день, да по перепульса, это не способ усилить возможность зачать. Для того, чтобы зачать, нужно наоборот воздерживаться, чтобы копилась энергия половая у женщин и у мужчин. Это то, что нужно делать тоже. И пытаться зачинать детей в благоприятное время. Надо рассчитывать или получать благословение. Может быть, это какие-то благословенные дни. Надо изучать, какие дни благословенные. Сердце должно обрадоваться такому дню. Надо почувствовать, что это хорошее время для зачатия. Нужно не отказываться от помощи врачей. Медицина не означает химия, таблетки и операции. Медицина – это то, что я сейчас назвал, это не медицина, это экстренная помощь. И она не всегда срабатывает. Медицина совсем другую природу имеет. Настоящая медицина связана с силами природы. Дайте все это понять. Человек живет внутри природы, и медицина связана с силами природы. Мы искусственную жизнь сейчас ведем. Поэтому мы не отдаем отчета, что такое силы природы. Мы не понимаем, что это такое. Приведу пример. Например, допустим, солнце, сила солнца, да? Скажешь, ну солнце, солнце, на солнце много не надо ходить. Все это вредно для здоровья. Вы не знаете, что такое солнце. Допустим, люди садятся и получают лучи вот эти вот ультрафиолетовые для загара. Они от чего получают эти лучи? Понимаете разницу между морковкой, настоящей, и морковкой, выращенной искусственно? Есть разница или нет? Ну то есть синтезированной и настоящей. Разница есть? Какую бы вы съели? Настоящую. Чувствуется лучше, да? Как-то лучше. Но мы даже не понимаем, насколько это сильно большая разница. Обычный солнечный свет в настроении «я желаю всем счастья», в настроении служения Богу, в настроении молитвы делает человека очень здоровым. Просто обычный солнечный свет. В айрведе есть такая рекомендация, что когда человек очень сильно болен, иногда айрведические врачи от того, что ему никак нельзя по ночи, просто выносят его на солнце. Прямо на открытое солнце. А солнце в Индии сильное. Выносят на солнце. И просто молятся рядом с ним. И вот этот солнечный свет все вылечивает сам. Я знаю, что в русской культуре иногда детей больных выносили на мороз и бросали в снег, которые уже не могли выжить. На волю Бога и молились. И энергия холода лечила его. Холод вылечивал человека. Я сейчас несколько дней назад был в Иркутске и приехал на Байкал. Там река, которая выходит из Байкала, она уже немножко очистилась от льда. И часть Байкала освободилась от льда. Но весь Байкал подо льдом еще. Я увидел когда, что есть место, где можно омовение совершить. И почувствовал чистоту этого места и святость. Байкалу 15 миллионов лет. Это очень возвышенное место. Много святых людей жило за это время, за 15 миллионов. Все это в воде накоплено. Вода не теряет святости, энергию святости. И очень чистая вода. И очень чистое место красивое. Я решил совершить омовение. 3 градуса тепла. Не просто омыться, да? Я начал ноги, чтобы привыкли руки. Мои друзья уже замерзли параллельно, пока я там привыкал к этой воде. Я омылся один раз и не почувствовал очищения. Еще раз полез. Еще раз омылся. Когда я почувствовал, что очень тяжело уже так. Я сильно окоченел. В этот момент появилось счастье в сердце. Почувствовал очищение. И мужчина один подошел, говорит, что сейчас время креститься Байкалом. Я говорю, да просто я на один день. Я почувствовал вот это счастье, чистоты Байкала. И это лечение. Потом 2 дня, я несмотря на то, что я перенес там 5-часовой период, я почувствовал полное ощущение комфорта, здоровья, легкости во всем теле. У меня вся усталость прошла. Я 2 дня читал лекции без всякой устрили. У меня не было усталости. Это называется лечение. Лечение – это когда мы лечимся водой, солнцем, землей, свежими продуктами питания. Допустим, можно полечиться как? Просто поесть сырую пищу. Сейчас очень сильно пропагандируют сыроедение. То есть люди говорят, что вообще нельзя есть вареное и молочное. Это фанатизм. Но поочищать организм недельку-две на сырой пище – это сам Бог велел. Это настолько эффективно и хорошо работает для здоровья. Понимаете, особенно женщинам, которые хотят зачать детей. Например, есть сырые овощи пару недель. Овощи, что делают? Они энергию пускают вниз. То есть они под цветом луны выросли. Лунная энергия пускает энергию вниз, солнечно поднимает вверх. По цветам луны мы спим, по цветам солнца – бодрствуем. Когда, чтобы женщине зачать, у нее должна вниз хорошо энергия идти, очень крепко. Овощи помогают это делать. Сырые овощи можно поесть, поочищать организм. Можно погулять по сырой земле, учиться, закалять ноги, гулять по сырой земле. Очень сильно улучшается гормональная функция женщины. Кушать сладкую пищу, которая полезна для здоровья. Какие сладости полезны? Естественные сладости – это естественные фрукты, сухофрукты, мед. Они должны кушаться утром. Утреннее время сладкую пищу хорошо переварит. Утреннее время – это благостное время, сладкое время. Сладкая пища хорошо переварит в сладкое время. Понятно, да? Женщина, ее гормональные функции основаны на сладостях, на сладкой пище. Поэтому должна женщина кушать утром сладкую пищу. Сливки особенно хорошо кушать, пить с утра. Сливки. Это как раз та пища, которая улучшает гормоны. Посмотрите на женщин, которые работают на молочке. Они такие румяненькие, такие хорошие, такие крепенькие. Это означает, что у них много гормональных функций женщины. Почему? Потому что они много молочной пищи едят хорошей. Так? Творожок, сметанка. Так? Это все помогает зачать детей. Но если вы курите, муж или жена, допустим, или выпиваете часто, то вы никогда не зачнете нормальных детей. Это невозможно. Потому что… Или зачнете детей вот соответствующих. Потому что это уже то, что не надо делать просто. Надо забыть эти увлечения. Курящая женщина очень сильно рушит свои гормональные функции. Также женщина, которая употребляет противозачаточные средства, сильно рушит свои гормональные функции. Надо женщине выбрать или противозачаточные средства, таблетки, которые влияют на цикл, или дети. Одно из двух. Надо выбрать одно из двух. Это все. Видите, я вам сейчас ликбез рассказываю. Просто ликбез. Надо лечиться травами у хороших врачей. Нужно лечиться деревьями. Можно в лесу просто к дереву вставать. Деревья обладают огромной силой. Можно лечиться горами. Вот, допустим, я был на Дубае. В горах Дамбай. Дамбай, красивые горы. Дамбай. Это Корчаева, Черкесия. Очень красивые горы. Там такая ложбина. Много гор высоких. И я был летом там, не зимой. Зимой не хочется. Там много сумасшедших людей, которые готовы отдать свою жизнь ради вот этого мимолетного наслаждения. Это сумасшедшие люди просто. Я не хочу смотреть в их лица сумасшедшие. Я был летом. Там не было сумасшедших людей. Там очень красивые деревья. Высокие, огромные просто. Ели, пихты, сосны. Много-много видов хвойных деревьев. Все они огромной величины. Много сотни. Много сотен лет им. И в яркий солнечный день я купался в горной холодной реке. Навременно солнце, воздух свежий и вода. Я получил такой заряд огромный от этого купания. Каждый день сходил, купался в этой горной речке. Она очень мелкая. Ложился в нее, и ледяная вода стекала с меня. Это было чудесное время отдыха, восстановления сил. Так человек должен лечиться. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. На ваш вопрос, как зачать детей, если нет, я думаю, что ответил вполне по всем уровням.